В эфире Инстаньюз и я, Карина Гурьянова, приветствую всех, кто находится под ту сторону экрана. Инстаграм может похвастаться колоссальной популярностью. Обмен фотографий и видеороликов в этом приложении стал неотъемлемой частью в нашей жизни. Знаменитости тоже обожают это занятие. 22-летняя Анастасия Решетова довольно редко привлекает внимание своими светскими луками. Среди многообразия вечерних нарядов она обычно предпочитает брючные костюмы. Недавно модель проигнорировала важное светское правило и тем самым заставила поговорить о себе. На благотворительный бал, где было множество звезд, модель пришла в компанию с Тимати. Всеобщее внимание возлюбленная рэпера привлекла не своим участием в аукционе, а смешным нарядом. Она решила не одевать платье в пол и посчитала это скучным, а наряд ярких цветов с красноречивым декольте показался ей самым подходящим. На днях в Казахстане отпраздновали Всемирный день книг, и наши звезды преуспевают в этом занятии. Больше года назад Баян Аллагузова выпустила книгу, и на сегодняшний день она не теряет своей популярности. Но не все коллеги Баян решились ее прочитать. Так, например, известный Вайнер и актер Нурлан Батыров признался, что он не решился травмировать себя и читать откровенную книгу, хотя она у него есть. И в скором времени актеры сам выпустят книгу под названием «Дневник безумной женщины», которая будет основана на отрывках реальных событий и жизни разных женщин. В Южной столице прошел самый масштабный марафон Казахстана. В нем приняли участие более 30 тысяч человек, 14 из которых – сами марафонцы. Но и звезды шоу-бизнеса не остались в стороне. Дистанция в 10 километров считается самой популярной, и ее пробежали Ануар Нурпиисов и Макс Акбаров. А из Ула-Зимбаева Асивула – целый 21 километр. У каждого были свои причины преодолеть дистанцию, но главное – все остались в плюсе. Простой пастух из высокогорного поселка в Дагестане набирает популярность в социальной сети Instagram. В отличие от большинства звезд, Абдурахман Кадинаев не снимает вайны и не выставляет скандальные фотографии, а привлек внимание аудитории он своей жизнью и тем, что его окружает. Со своими подписчиками Абдурахман делится красивыми пейзажами Кавказа и рассказывает о тяжелой профессии, которую непременно нужно уважать, как и любую другую. Казахстанская знаменитость Камша Джолдыбаева активно делится с подписчиками фотографиями с Дубая, но вместо комплиментов люди раскритиковали снимки из-за оголенных частей тела. Очень внимательные подписчики предположили, что девушка подверглась хирургическому вмешательству, сделав операцию по увеличению груди. А некоторые обвинили в том, что Камшат подает неправильный пример подрастающему поколению. Стоит отметить, что сами жители Эмиратов не позволяют себе оголять тела на людях, а туристам одевать мини-юбки, декольте и чрезмерно откровенные наряды на улицах города надевать нежелательно. Пышка, весившая 126 кг, стала моделью спортивной одежды. Матильда Броберг из Дании еще недавно страдала от ожирения, и всего за 4 года она сократила свой вес больше, чем в 2 раза. Модель призналась, что началось это все с насмешек в школе, и после этого она взяла себя в руки, сократила свой рацион и стала усиленно заниматься в спортзале. Сейчас весь девушке составляет 60 кг, и она с радостью рекламирует спортивную одежду. Матильда пишет, что на семейных торжествах дальние родственники не узнают ее и подходят, чтобы познакомиться. С вами была Карина Гурьянова и программа Инстаньюз. До новых встреч!